Всем привет! Как только я открываю Инстаграм, я постоянно вижу еда, 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 еда. И знаете, что люди даже в своих историях добавляют еду, добавляют рецепты и рассказывают об этом, а потом в постах уже делятся своим мнением и рассказывают, как лучше готовить. Тём, я немножко в шоке, потому что это создается какое-то даже шоу. Слушай, ну, если честно, я не удивлён, потому что я слышал, что многие шеф-повара, да и повара в целом не имеют профильного диплома, но это не мешает им вкусно готовить и быть профессионалами своего дела. Тогда создается вопрос, а может ли блогеры готовить так же, как, например, шеф-повара? Например, тот же Ален Дюкасса, который... Это тот человек, заведение которого получили в общей сложности 21-звездную мишель. Слушай, вопрос хороший, но я думаю, сейчас мы и разберёмся. Наше паб-шоу называется «Изи Кичин». С вами Кристина Шуйна. И мой любимый сведущий Артём Ротасов. Начинаем. Здравствуйте. Нас хорошо слышно? Привет. Как у вас настроение? Настроено готовить сегодня? Слышно. Давай представим тогда наших гостей. Сегодня у нас вместе с нами будут готовить Стас Филимонов. Это бренд-шеф Митбразерс, а так же это фуд-гангстер Макарошкин. Да, и так же с нами Елизавета Самойлова. Это человек, который постоянно добавляет в свою историю какую-нибудь еду и об этом рассказывает. Всем привет. Как настроено сегодня готовить? Да. Это мы всегда настроены. Хорошо. Тогда давайте начнём мы с чего, тем? Начнём мы с пасты Примавера. Ну, бывает. Примавера, да. Тогда давайте сначала разберём с вами ингредиенты, какие у нас есть. Давайте перечисляем. У нас здесь есть... Что это у нас? Перец болгарский. Перец болгарский. Баклажан. Спасибо. Кабачок. Черри. И, соответственно, украшения. Также у нас самый главный ингредиент это паста, макарошкин и любые специи. Лучше всегда использовать итальянские, как вариант базилик. Вот, у нас французские травы, но... Соль, да, соль и все продукты. Так, да, но ещё и не томатная паста. Да, всё верно. Не знаю, паста это протёртые томаты для соуса. У нас, к сожалению, только была такая. Но паста есть. С чего мы начинаем? Смотрите, мы начнём с приготовления соуса, так как мы используем сухие приправы, они должны всё-таки раскрыться в соусе. То есть можно просто взять, залить этот томатный соус и кинуть сухих приправ, но они не успеют дать вкус, не успеют раскрыться. Поэтому сейчас смело берём сотейнички, кастрюльки, выливаем соус. Мы готовим на сколько порций? На две порции. Соус прокипятим, оставим на будущее ещё что-нибудь. Поэтому спокойно выливаем вот эти пол-литра соуса в сотейник, добавляем все приправы, которые у вас... Да, отлично, подойдёт. Добавляем приправы и доводим до кипения. Хорошо. Мы будем в процессе чередоваться, соответственно, с Кристиной. Кто-то будет готовить, кто-то будет задавать вопросы, как-то коммуницировать. Ну, вас вообще двое. Я могу дать задание сразу двоим и начать уже резать оленьши. Отлично, давайте, давайте. Что нужно делать, кому что? Ну, у меня, собственно говоря, уже подготовленные вот сюда, в таком виде. Сейчас, то есть нарезаем по 50 грамм овощей, вот, кружочками. Хорошо. Ну вот, то есть вот баклажан, цуки, да, перец. Всё верно. Лиз, у меня к тебе вопрос. Ты вообще когда-нибудь пасту готовила? У тебя есть любимая паста? Да, я постоянно готовлю пасту, и, наверное, паста была не езда. Она легко готовится, ну, и очень вкусная. Ты когда-нибудь готовила вот эту пасту, которую будем готовить мы сейчас? Нет, не готовила ни разу. Мне очень интересно посмотреть, что получится. запоминать с нами приготовление рецептов, а потом, если будешь готовить, расскажешь нам, как вообще тебе понравилось, не понравилось, как по вкусу. Мы в конце постараемся это попробовать, и скажем вам, каково это нам. Мы надеемся, что это сделано правильно. Стас, правильно? Дружочки, да? Да, всё правильно, да. Я слышал, кстати, это правда или это миф? Мне просто интересно самому, то, что мужчины, которые умеют готовить, гораздо более привлекательны для девушек. Вы как считаете? Я согласна, что да. Да, это правда, да. Так или и своё мнение? В 15 лет, когда пошёл учиться на повара, вот тут-то я и нашёл, так сказать, хлебное место. Классно. Так что мужчины умеют учить и изготовить. Это полезно, это привлекает женщин. Как решили пойти на повара? Сейчас нет уже таких. Раньше в советское время были кулинарными техниками, где профессии повара обучают. Сейчас у нас это уже колледжи, где ушут технологов. Есть курсы, да, там, где вы за 3 месяца пройдёте какой-нибудь курс, и вы получите корочку повара. Но это не так. Это профессия повара, вообще кулинария – это тот вид деятельности, который требует постоянного обучения. Постоянно что-то появляется новое, новое. То есть, если у вас есть желание готовить, если у вас есть к этому стремление, вы можете поваром стать, вот, по призванию обучить. Ну, например, а вы, Лиз, вы какие-то курсы, может быть, проходили, или вы просто решили для себя, что в целом просто хотите этим заниматься? Я не ходила ни на такие курсы, просто у меня мама очень хорошо готовит, и с самого детства я наблюдала за ней, как она всё это делает, и, соответственно, её дар, можно так сказать, распередал семье, и вот я постоянно готовлю, и я считаю, что это как такой метод расслабления, когда вот после тяжёлого дня приходишь домой, и вот ты поготовляешься, расслабишься и отдохнуешь. Стас, у меня к тебе вопрос, первый вопрос. Да. А ставили ли мы сделаем то, что мы ставим кипятить сетамат-пасту, правильно? Насколько? Да. Насколько ставим? Ну, ставьте её на сильный нагрев, просто что-то вам нужно её прокипятить. Сразу засыпайте туда приправы, на пол-литра у вас добавьте столовую ложку сахара, сахарного паста. Хорошо. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, вообще, где ты берёшь новые рецепты? Я, ну, в основном, через интернет, или смотрю каких-то группных блогеров, которые что-то готовят, ну, вдохновляю их, что-то, может быть, своё вношу в эти рецепты, ну, что-то прям конкретно в рецепте. Астас, а ты? А как? Ну, также, уже сейчас, с веком технологии интернета, тоже рецепты блогеров, но в основном, именно не блогеров, а, наверное, всё-таки шеф-поваров фемиитых различных. Бывали рецепты, которые снились, были рецепты, когда просто сидишь и думаешь, что-то такого придумано скучно, и начинаешь из того, что есть под руками, просто творить. Получается, получается, разные результаты. То есть, результат тоже результат. Получилось, ага, классно, можно доработать, понимаешь, что исправить. То есть, по настроению, книги, очень много книг у меня кулинарных, тоже, именно, зарубежных авторов. Шеф-поваров. Скажи, пожалуйста, что ты можешь посоветовать начинающим поварам почитать, Лена? Начните вообще с истории кулинарии. Рекомендую купить кулинарную циклопедию Огюста и Скафье и просто почитать историю и вообще рецепты, то, как они были, так сказать, базовую часть. И потом уже от этого, уже от этого, зная базу, вы уже можете читать уже какие-то более простые рецепты и понимать, что, да, вы можете это сделать. Лис, а ты можешь рассказать, какое у тебя самое любимое, может быть, коронное блюдо? Наверное, лазанья. Да, я постоянно ее готовлю, всем очень нравится, все просто в восторге. Ну, вообще, в принципе, итальянское блюдо у меня в семье, наверное, самые прям такие востребованные. У тебя любимая еда итальянская? И я постоянно готовлю, и все прям восхищаются, восхищаются. А у тебя любимая еда итальянская, правильно я понимаю? еще раз, что? У тебя любимая еда итальянская, правильно я понимаю? Нет, не совсем. У меня нет, в принципе, какой-то прям конкретной кухни, просто вот, ну, что-то понемножку. Когда-то захочется что-то идика, когда-то что-то русское, когда-то что-то грандинское, ну, по настроению. Стас, у меня к тебе вопрос, что мы делаем дальше? Пахнет очень вкусно, мне уже нравится. Я уже не могу на это сказать. Все, прокипятили, добавили, все готово, да? Да. Все, теперь смотрите, нарезаем овощи тонкой соломкой, сейчас я вам продемонстрирую, вот так, пока я с вами общался, ну, не только соломкой, а брусочками вот такими. Брусочками. Да, то есть черри мы режем пополам, болгарский перец, сейчас вот, болгарский перец и кабачки. То есть, вот это все нарезаем брусочками. И нам нужно будет все это на сковородку правильно переместить? Да, и сразу, да, нет, как только вы нарежете, ставьте горячую воду, пусть она уже закипит. Так, хорошо. Чтобы варить спагетти. Хорошо, сейчас найдем. Так, а вы пока нам расскажите, пожалуйста, вообще возможно научиться в целом, если я хочу стать шеф-поваром, допустим, научиться на том же YouTube, условно, и после этого, как бы, пойти спокойно в какой-нибудь ресторан? Ну, это как, можно ли научиться танцевать по ДД, какие-нибудь, балетные партии на YouTube. Конечно, можно, но получится, ну вот. Поэтому, пробовать можно, узнать что-то интересное дома можно, то есть, проявить к себе, вот, в себе этот интерес готовки можно, но нужно понимать, что шеф-повар, это не просто, что я умею вкусно готовить, шеф-повар, это человек, который еще и организатор, и администратор, и управляющий, и при этом, это еще и творческий человек, то есть, вмещает в себе очень много, многогранная личность такая, и все это представляется с опытом. Господи, вы элементарно должны знать, в какой момент у вас воруют сотрудники. YouTube. Хорошо. YouTube вас этому и не научит, но это все жизнь новая. И у вас воровали сотрудники ваши? Ну, конечно. Было такое? Было, было, было. Было давно. В какой момент вообще? Что за это было? Ну, я... Ну, в основном, там какие-нибудь фруктики, виноградик, клубничку. Ну, так, перекусить. Ну, то есть, такие мелкие, Нет, были те, кто вносили целыми пакетами мяса. А, ну, то есть, такие, бля. Да, но для этого уже существует служба безопасности, которая ловит людей. Понял. Лиз, а ты расскажи, пожалуйста, ты хотела когда-нибудь стать шеф-поваром или просто поваром? Да, я хотела, реально, костя, я думала. Пойди, шеф-повар, ну, учитель же повара молекулярной кухни. Вы знаете, насмотревшись там таких сериалов, как кухня, вот, так, обыкновившись работой повара, ну, хотелось, но я не трогаю, допустим. А Стас, как долго вообще у вас люди в ресторане готовят? Ну, на самом деле, мы же все готовим с имеющимися заготовками. То есть, есть правило, то, что дальше холодного блюда 5-10 минут, горячая 15-20 минут, ну, десерты там тоже 5-10 минут. То есть, в ресторане всегда есть заготовка, но не прям такая, что уже все готово. Ну, допустим, лазанья, да, она стоит уже готова и требует только до разогрева. Если я начну вам готовить лазанью, есть под ножа, ну, вы просто устанете ждать. Получается, когда берут людей на работу, наверняка они должны знать, как что приготовить. А то же самое в соусах, ты должен, получается, знать заранее наизусть или как это вообще все происходит? Это, например, с барменами, то есть, они должны знать свои коктейли. Как у вас это происходит? Ну, то же самое, то есть, сотрудник, который знает, который умеет, который обучен, он может очень быстро пойти по карьерной лестнице, ну, или получать в разу больше зарплаты. По-разному. Вот. Но в любом случае, каждое заведение имеет свои рецепты, имеет свои текаты, и каждый раз, приходя в новое заведение, сотрудник учит эти самые текаты. Если у него был опыт приготовления этого блюда, ну, даже если в другом исполнении, так, у меня почему-то скоро сядет занят, то ему будет быстрее, меньше времени ему потребуется, чтобы выучить это блюдо и понять. Стас, скажи, пожалуйста, что надо дальше делать с этим? Да, мы все нарезали. Все, теперь берем сковородку, вода закипела? Да. Все, значит, подсаливаете воду и кидаете туда спагетти из расчета 80 грамм на порцию. Так. Они у вас варятся. Они у вас будут вариться 10 минут на состояние аль денте. Хорошо. Дальше, берем сковородку вместе и отливаем масло. на глаз. Так, на масло. Включаем ее. Наливай масло. Так, секундочку, Кристина. Да, в жарке готово. Включай плиту. Так, а у меня в свое время вопросы еще есть. Что надо делать с водой? Получается, дамы макарошки, да, засовываем, правильно? Да, покидывайте спагетти и пусть они начнут вариться. И сколько хочешь? Ой, грузи все. У нас много. Всех покормим. Нет, ну, вообще из расчета 80 грамм на порцию. А тем самым, тем временем, нагревайте масло и закидывайте овощи в масло. Кроме помидоров. Хорошо, помидоров в конце. Все, кроме помидоров. Все, помидорки не добавляем. Лиз, а расскажи, пожалуйста, а почему ты решила, ну, в целом, вообще делиться своими рецептами в Инстаграм? Как ты к этому пришла? Ну, не знаю, просто многие просят заснять или показать, как ты это приготовила, что нужно для этого, и я тем временем решила, чем каждому отдельно присылать видеоурок, лучше это транслировать в ноги, когда люди присоединяются и смотрят. Старш, скажу, пожалуйста, как ты относишься к тренду на веганство? Я не могу сейчас снять китель, но под кителем на мне футболка, на которой написано 0% веган. Так. Вот, так и отношусь. Лиз, а вы как? Я нейтрально отношусь. Ну, я раньше была вегетариантой, но это было чисто такое подростковое. Ну, сейчас мне все равно. Это выбор каждого. Мне интересно, что у нас там дальше по рецепту и как, насколько долго нам нужно тушить получается овощи? Все, вот смотрите, вы их обжарили, потушили, они стали у вас мягкими. Да. Я это в процессе. В процессе пока. Что у нас дальше? Пока в процессе. Что у вас дальше? Что у вас дальше? Вы ждете, когда у вас сварятся спагетти. они разламываются, они должны быть такие на зубок. Сальданты переводится как на зубок. Вы их раскусываете, они у вас мягкие, но внутри сохраняется такая тоненькая белая жилка четко посередине. То есть, в принципе, вы сейчас, если как только вы овощи обжарили, вы их можете сдвигать в сторону. То есть, у меня они уже сдвинуты, у меня тут все сплачено, я пока сижу, все готовится. Хорошо. Просто будет неудобно ходить, я пока с телефоном как-то, я забыл взять треногу. Ну вот, поэтому вы спокойно как все обжарив, сдвигаете в сторону, ждете готовности пасты, затем наливаем соус, который у вас уже горячий стоит, он прокипел, наливаем, ну опять же, из расчета, сколько вы готовите, на сколько вы порции готовите? Из расчета на порцию 150 миллилитров? Много. Ну, все не надо выливать, пожалуйста, ну вот, иначе каша получится. В одной сковороде можно приготовить не больше двух порций одного вида, но иначе это будет просто каша. Хорошо. Так, сейчас у нас, Наталья, очень как подгорели овощи, но я думаю, ничего, стандартного. Да, небольшую пикантность добавляем нашим блюдам. Поварайтесь на кухне. Так, у нас уже скоро приготовятся макароны, это, держу вас в курсе. Пойдите, скоро уже отварится, осталось буквально две минуты, вот, соус тоже готов, и овощи, и додушились, и дожарились. А как проверить, что оно как альдент? Да, альдент. Смотрите, возьмите одну спагетти, ну, просто разломайте ее пополам, она, во-первых, должна быть мягкая. Так. Вот. И... Я сейчас потеряю ведущего. Увидите в центре небольшую, такую белую жилку. Ну, нет, я вижу, она еще, нет, она еще сырая. Еще сырая. Еще сырая. Она не важна, она прям будет. Она прям объяснится. А, хорошо. Но при этом остаться все равно чуть-чуть хрустящей. Для чего это делается? Вы потом эту пасту, эти спагетти, будете дальше горячими прогревать в соусе. Если вы сварите сейчас спагетти до конца, то в соусе они у вас расползутся в кашу. Вот и все. Ой, спагетти, вот эти щели вы закидываете в самом-самом конце. То есть они не должны расползтись в кашу, они должны остаться вот такими вот. Нам нужно было черри пополам разрезать? Нет, не надо. Нет, не надо. Ну, извините, я просто решил проэкспериментировать, раз уж вы все порезали, почему бы и помидорки не порезать. ладно. Не, не, порезать, все правильно. А, да? Ну, все, повести, мы все сделаем правильно. Все правильно, надо было резать. Главное. Сейчас, я услышу. Ну, хорошо. Лиза, было такое, что, например, вы когда-то создавали рецепт условно для Инстаграма и получалось так, что рецепт просто, ну, неправильный. То есть рецепт у вас получилось, а у людей других не получалось его приготовить. Такое было когда-нибудь? Да, было такое пару раз у моих подруг, которые брали у меня рецепт, но это зависит не от самого именно от человека, как он, в принципе, владеет кухней и умеет готовить или нет. Вот, пригодилось приезжать, помогать, вот, но, ну, в общем, в большинстве случаев такого не было, только вот в редких самых теми, кто совсем не умеет даже нож держать. Как скорая кулинарная помощь получается. Скажи, пожалуйста, есть два блюда, которые ты не умеешь приготовить или не можешь приготовить уже долгое время или не получалось у тебя? Да, есть такие блюда, это, наверное, кексы, я не знаю, почему, я до сих пор размышляю об этом, почему у меня не получаются кексы, но вот так вот получилось, что каждый раз, когда я пытаюсь приготовить что-то на пекине и выбираю кексы, почему-то это блюдо постоянно у меня провалит. Стас, как у тебя с выпечкой? Плохо, не люблю, я не, у меня вот не получается выпекать, у меня есть некоторые определенные блюда, которые я могу делать, это, допустим, штрудель и, господи, шарлотку, а, еще я научился делать чизкейки японские, хлопковые, воздушные, вот это все, что я могу, вот выпечка, это не мое, признаю честно. А любимое блюдо какое? Ой, их много, это очень сложный вопрос для шефа, у меня их очень много, я просто люблю поесть, вкусно поесть. А дома часто готовите? Дома я готовлю, да, я готовлю каждые выходные, то есть, завтрак, обед, ужин, у меня выходные воскресенье понеделя, все выходные я готовлю. А, то есть, вы в семье полностью готовите на всех, получается? Да. Вот, супер, теперь выливайте соус в сковородку с овощами, вот, и, собственно говоря, и выкладывайте туда спагетти. Так, сейчас, в процессе. У вас там, правда, на армии людей вы там готовили, ну, ничего, ничего. У нас сейчас пара голодных операторов на нас так смотрит, что мне кажется, мы сейчас порцию отдадим им. Да, как нам наши спагетти лучше засервировать? Засервировать? Да. Ну, на тарелку, на тарелку выкладывайте горочкой, да, очень важно при подаче пасты такой момент, вы сначала выкладываете саму пасту, то есть спагетти, да, в нашем случае, а потом сверху на эту пасту нужно выложить горочку, не плоско, а горочку, и на эту пасту уже выливать соус с содержимым, чтобы они были сверху и обволакивали. Хорошо. тогда это будет правильная паста, это не будет такой плавный как суп, все, это, во-первых, будет красиво, во-вторых, это будет вкусно. Так, мы сейчас попробуем сделать сервировку, соответственно, чтобы они не взрывали. Да, так аккуратно. Вот, у меня вот, собственно говоря, вот тоже все тушится, да, сейчас мы закидываем, закидываем спагетти-то. Подожди, давай еще, побольше оператора. Помощник, Олег. Так, не-не-не, обождите, стойте, 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 да, спагетти-то сначала в соус надо кинуть. Обратно в соус. Так, сейчас исправляем. Конечно. Так, сейчас, сейчас. И прогревайте их в соус. Все, все, сейчас сделаем. То есть, смотрите, сейчас я вам, вот, вот так, видите? Ага, все, у нас примерно такая же картина. Картина. Все, а теперь, и прямо там перемешивайте. Да, Кристина мешает, Кристина мешает. У нас, правда, нет такой вот специальный щипцов, специальный нет. Ну, это щипцы. Да, у нас, скажи, никакого нет, у нас просто лопаточка, но мы справляемся, стараемся, по крайней мере. тоже. Да. Стас, а расскажите, пожалуйста, какие вообще, как сказать, ошибки допускают тоже, вот, в начале своего пути начинающие повара, чаще всего, на ваш взгляд? Ой, да, выбирают эту профессию. В тем древнем, к слову, не мы должны быть в процессе. А, ну, у нас почти все получилось сделать, мы удивлены все, между прочим. Да, на ошибках учатся, ошибки всегда происходят, бывают самые элементарные, там, пересолил, пережарил, забыл, но ошибки совершаются всегда, даже я до сих пор совершаю какие-то тупые ошибки, и глупые, и наивные. Но вы перед подачей, например, пробуете еду, перед тем, как подавать людям? Да. Обязательно нужно попробовать, чтобы понять, пересолил, пересластил, пережарил, там, лучше быстро переделать, извиниться, чтобы гость подождал, дать им комплимент какой-то, но подать ему вкусное блюдо, не отдавать какашечку, так сказать. Бывает такое, что вы, как Гордон Рамзи, кричите на своих поваров за ошибки? Да, конечно. Реально? Очень часто? Нет, но по делу. Но главное, что справедливо. Давайте я вам покажу, как сервировать. Да, давайте. Когда переходим сервировки. Берем спагетти, накручиваем, переносим в тарелочку. Ну, можно так не делать, можно так делать. Вот, а теперь, собственно говоря, вот, как я и говорил, на спагетти вы выкладываете соус сверху. Ну, это вы, конечно, Стас, ну, мы попробуем. У нас есть шанс. Вот это сейчас все вытрем, ну, и сверху украсить. Ну, сейчас мы, конечно, попробуем. У нас тут тоже зафиксирована камера, вы не думайте, что мы от вас что-то прячем. У него хорошо получается, у него всегда все получается хорошо, да, Тим? Да, конечно. Так, сейчас сначала спагетти. Так, сейчас мы положили спагетти, и сверху кладем соус вместе с овощами. Он и так в соусе. Ну, слушай, ну, еще больше, соуса много не бывает, я считаю. Соуса много не бывает. Сейчас мы попробуем сделать что-нибудь покрасивее, покрасивее, простите. Покрасивее. А был ли у тебя такой момент, что ты приготовил блюдо, его вернули, сказали, что ему там не понравилось, и так далее. Вообще, были ли какие-то такие казусы? Да, это было, конечно, и не раз, это нормально. То есть, как сказать, на вкус и цвет фломастера разные, поэтому гость не понял этого вкуса, либо действительно произошла ошибка какая-то, что-то упустили, и в этом нет ничего страшного, не надо пугаться. О, классно, да, супер. Вот, мы прям почти, вот, да, как надо же сделали. Что-то он не сделал, да. Да, даже некая композиция из овощей получилась. Попробуй сейчас. Так, маленький кусочек, да. Ну ты мне прям. Как всегда. Так, Кристин, аккуратно. Так, ну мы тут так... А соли пробуйте. Ну как? На самом деле... Реально вкусно? Нет, не шучу, на самом деле, это очень вкусно получилось, потому что овощи, на самом деле, я беру, что овощи успели, приготовиться за такое время. Реально вкусно. Вот, и, кстати, эту пасту можно разнообразить, если вы любите шпинат, то можно добавить туда еще шпинат, но так же в самом конце, как и помидоры черри, перемешать шпинат уже в горячем соусе, чтобы он схватился, но не был в кашу. Вот, ну вот так вот украсили. Оператором передаем. Да, передаем операторам, чтобы они еще подсняли нам красиво, как надо, ну и покушали, конечно, как без этого. Спасибо вам огромное за... Рецепт, да. Пожалуйста, останьтесь все равно с нами, потому что сейчас мы будем готовить очень сложный, как мне кажется, рецепт. Это Тёма так думает просто. Да, между прочим, одно из моих самых любимых блюд это яблочный пирог. Да, и мы думаем, что у нас, возможно, он не получится, но мы будем стараться. Поэтому, вот Тёма испугался, когда увидел его, поэтому, Лиз, ты выбрала то, что Тёма любит, поэтому предлагаем вместе приготовить его, чтобы... Ну, насчёт ингредиентов, сначала начнём с самого сложного, наверное, это тесто, не всегда оно у всех получается, вот, и для теста нам понадобится масло, так, и мука, пшеничная, ну, вообще, в принципе, можно любую, но я всегда использую пшеничную. У нас вот такая вот мука, сахар и сахарная пудра. Так, всё имеется у нас, отлично. Возьмём 130 грамм масла и смешаем это с муковой, 2 стакана муки, и 2 столовые ложки сахарной пудры. Так, сейчас будем всё делать вместе и в процессе. Да, масло у нас готово, у нас здесь ровно 130 грамм. Так, член, и тебе нужно мой любимый сведущий открыт, пожалуйста. Да, муку подготавливаем. Так, Лиза, что мы дальше делаем? Так, вы сейчас разверли высыпать в миску и размять руками, ну, то есть, ну, смешать это всё вот руками. Так, Лиза, у нас тут просто специальное приспособление для мешания, размешивания теста. Ну, можно использовать приспособление, но я бы всё делаю просто руками. А масло нам нужно, получается, что с ним сделать? Его нужно было заранее, чтобы оно было мягким, или как вообще? А то мы с холодильника достали. Вы зависаете прям очень сильно. Мы размешиваем, у нас просто что-то случилось с оборудованием, поэтому мы пока размешиваем, разминаем, получается. Стас, скажи, пожалуйста, вы часто готовите руками, или у вас наблются какие-то разные навороченные приспособления и так далее? А как вообще у вас тут всё происходит? Нет, я часто готовлю руками. Так, Стас, у меня навороченных приспособлений пока ещё нет. Может быть, когда-нибудь я доберусь в магазине смотрю, Наташа пока только своим не силами. Стас, а у тебя? Нет, но дома я готовлю руками всё, то есть, ну, какие-нибудь это там, мясорубка, миксер, да, это я использую, а так всё руками. Лиз, скажи, пожалуйста, что мы должны после сделать? После нужно будет добавить ванильный сахар, и ну, можно на глаз это сделать. Я люблю, когда очень много ванили, поэтому я обычно побольше добавляю. Мы добавим весь пакетик сразу. Это много. И три саловые ложки воды, но вы добавляете постепенно в воду, потому что иногда бывает так, что получится слишком много. Так, Стас, расскажи, пожалуйста, ты когда начинал готовить, какие были у тебя ошибки? Или вообще как ты пришёл к тому, что ты захотел готовить? Ой, это с детства пошло. Я ещё в детстве любил готовить. Ошибки в процессе обучения они были всегда, то есть я пока учился, естественно, ну и потом уже пока работал, их было много. В основном это был пересол, бахнет много перца. Я знаю про мясо. что-нибудь пережарить или недожарить. Это вот с мясом проблемы частые. Да. Ну, а потом нормально, научился. Прошло всего 20 лет и научился. У меня очень много знакомых, которые рассказывали, что они проходили разные курсы за границей. Может быть, вы тоже проходили или куда-нибудь ездили и так далее? Я ездил в Копенгаген в кулинарную академию гриле Weber. Там обучался, ну, недолго, там знакомительный курс, но много чего интересного узнал по работе с американскими грилями, угольными, газовыми, по копчению, по жарке, ну, вообще, что можно готовить на грилях. Это полноценные станции. Так, тем временем я уже почти замешал тесто, между прочим, кое-как. Да, у меня даже оно не липнет. Лиз, подскажи, пожалуйста, у тебя оно липкое? Да, да, оно должно быть немножко липкое, потом мы его завешаем на специальной поверхности с лукой. Ага, хорошо, я пока продолжу тогда месить его. Если оно прям очень сильно липкое, то можно добавить немного мусли. Хорошо. Мне нужна лука? Нет, пока нет. Ему ничего не надо. А чем отличается бренд-шеф от обычного? Бренд-шеф это человек, который, собственно говоря, лицо бренда, он соответственно за бренд лежит на нем, в данном случае по блюдам, приправам, и те люди, которые обучают, те шеф-повара, шеф-повара, то есть он под ним. Ну, ой, господи, они под ним. Они под ним. Вот, то есть он ответственный еще и за них. Ну, как бы, смотрите, там, с у-шефа, да, есть, ну, есть градация, что есть у-шефа, повара, да, над ними есть, там, старшие бригадиры на смене, за них отвечают с у-шефы, и шеф-повар, который отвечает за, собственно говоря, сам ресторан, вот если мы берем единичный ресторан, а если это сеть крупная, да, или компания, то, в которой есть какой-то бренд, который подвигается, то есть еще и бренд-шеф, да, ответственный человек, ответственный человек, который будет старшим над всеми, который будет контролировать, чтобы было именно так, как он придумал, ну, вот, и то, как... Стас, как должно быть? Стас, а с-шеф и шеф, это одно и то же или нет? Нет. Скоро, чем занимается? Ну, смотрите, су-шеф, это практически тот же самый шеф-повар, да, но он еще не главный, то есть, это такой, прям один шеф для шеф-повара. Человек, который умеет и знает все то же, что и шеф-повар, даже больше, но он подчиняется шеф-повару. То есть, это французского фреставка «су-пон», «под шефа». То есть, это правая рука шеф-повара. Это люди, которые спокойно могут работать без шефа, в случае отсутствия шефа, исполнять все его приказы, то, как он придумал, все те, соблюдать их карты, все нормы. То есть, это первые помощники еще повара. А как быстро вы стали шефом? Ой, да не быстро я стал. Это такая история тут длительная. Опять же, я работал, начинал еще, когда были советские технологии и понятия, да еще все эти международные не пришли к нам, когда были градации разряды поваров, третьего, четвертого, пятого, мастер-шеф, и чтобы стать шеф-поваром, можно было, конечно, отучиться получить диплом шеф-повара, но не имея опыта, ты никогда не станешь. То есть, нужно было отработать достаточно время. Но я, наверное, смотрите, я закончил обучение в 2009 году, а сушефом только я стал в 2007, и шеф-поваром, наверное, я стал уже в 2009. Так, сейчас, внизу там, я так вижу, уже достает какую-то пленку, у меня, тем временем, пока только шарик готов из теста. Так что, он наш ждет уже. Но он липкий, по-моему, ничего, все ли нормальный. Он получился, он не липкий, он такой, просто, немножечко мягкий. Подойдем. Теперь можно заворачивать ваш комочек в пленку и отправлять на 20 минут по-другому. Лиз, а что касается твоего блога, помнишь свой первый рецепт? Первый рецепт? Да, помню. Я готовила на завтрак кубиками. Я готовлюсь кубиками. Что нам нужно сейчас делать? Яблоки? Сейчас мы очищаем яблоки и нарезаем кубиком. Хорошо, сейчас. Кубиками нарезаешь. Обязательно яблоко чистить от кожуры? Ну, нет, не обязательно, я просто не особо люблю кожуру, если вам нравится, то можно оставить. Стас, скажи вообще, у тебя есть какие-нибудь продукты, которые ты не переносишь или, например, не любишь готовить? Не знаю, я, наверное, еще не пробовал те блюда, которые я не люблю готовить, честно. Вы знаете, я могу сказать, что когда я только был еще молодым поваренком, я терпеть не мог готовить супы. Они меня раздражали почему-то. Почему? А сейчас я с удовольствием готовлю все. А почему? Тебе не нравилось их готовить? Или вообще... Да, мне казалось, что это долго, муторно, и вообще... Что за хрень такая? Ну вот. А так нет, нормально. А что у твоей семьи самое любимое блюдо именно твое, которое ты готовишь? Бестроганов. Классно. Бестроганов это котлеты говяжьи, ну, из говядины. И бестроганов с пюрешкой и картофельной. В Советском Союзе, кстати, очень часто делали ложкой такую волну, волны такие на пюре картофельном. Вы делаете такие же? Я... Что такое? Я... Так, Стаса, мы потеряли, так сказать, на минуточку. Я знаю, что есть сейчас разные, например, курсы по тортам. Ты бы хотела вообще закончить такой курс или пойти развиваться в данной сфере, может быть, как-то на блоге зарабатывать? Не знаю, ну, я люблю готовить тортики, но только кому-то на день рождения, а так чисто назвать это как моим хобби не могу. Вот. Слишком много времени на это тратится, а мне нужно именно, чтобы побыстрее сделать и пойти дальше заниматься своими делами. Поэтому в последнее время я в основном опираюсь на то, чтобы побыстрее какой-то рецепт найти, чтобы не больше часа там выделять готовки. Я тебя поняла. А как у тебя проходит процесс отбора рецепта для твоего инстаграм-блога? Да я, в принципе, не отбираю. Я просто, ну, вот, захотела что-то приготовить, зевай, приготовила. Снимаю. Это как происходит? То есть, вот, захотела приготовить, допустим, условно, там ту же пасту, да, и решила поставить камеру, засну, засну. Ну, да, поставила камеру, сцепила, потом это все смонтировала, музыку там наложила, или сама свои слова там наложила, и все, и достелила. Ну, здорово, то есть, приятное с полезным совмещаешь. Ну, да, да. А где ты монтируешь? Ты покупала себя в орудовании, или ты телефон снимаешь? Нет, я все на айфон снимаю. А, то есть, по факту, просто, ну, мобильная съемка. Ну, да. У нас примерно, кстати, вот такое уже количество. У нас полноценная, почти половинка мисочки. Нам достаточно? Мы где-то 4 яблока порезали. Вообще нужно 6 яблок порезать. Ну, вот мы сейчас порежем, да, остальные тогда. 4 с половиной. Так, у нас, да, у нас у Станислава, к сожалению, какие-то неполадки, но мы пока тогда с тобой, Лиз, поговорим. Вот. Хорошо. После того, как яблоки нарежем, значит, ждем еще оставшееся время для теста. Так. Да. И что дальше уже потом, после этого? Дальше мы поливаем яблоки половинкой лимонного сока, чтобы они просто не потемнели, чтобы они оставили свой нормальный цвет. Слушай, Лиз, у меня к тебе вопрос чисто вот женский. Знаешь, есть такая фишка, когда нам говорят, что вы обязаны готовить для мужчин. Ну, сейчас понятно, 21 век, когда девчонки сказали, что, слушайте, я не буду ничего готовить, и пусть сам готовится, если надо. Ты как к этому относишься? Ты как бы за за то, чтобы готовить его мужчине, или наоборот думаешь, ну, если захочет, сам приготовить? Нет, я за, чтобы я готовила своего мужчины. У меня есть молодой человек, и я постоянно ему что-то готовлю, и как бы он не беспомощный, он тоже может себе приготовить, но, ну, я в основном, ну, мне приятно просто готовить для него. Вот. Приятно получать комплименты потом. Ну, я считаю, что лучше всего готовить полностью по любви. Или вдвоем, хотя бы. или вдвоем, как мы, как мы, да. Нет, я вдвоем не могу готовить, потому что, ну, я не выношу, когда кто-то еще на кухне, мне прям некомфортно, и мне нужно, чтобы я все сама делала. Ничего себе. А зрители на кухне тебя смущают или нет? Нет, они смущают. Поняла. А был такой блюдо, которому твоему молодому человеку не понравилось? Ну, он просто скажет, ну, я ему не спрошу, что именно не понравилось, и, ну, больше не буду готовить это блюдо. Ну, ничего в этом страшного нет. Мы яблоки, тем временем, я уже, мы, точнее, уже полностью нарезали, и... Конечно, только за себя все мы говорили. Мы нарезали. Яблоки, полили их лимонным соком, чтобы они не потемнели. Так, что дальше, да, собственно, что дальше делаем? Дальше вы посыпаете сахаром, добавляете туда сахар, ну, примерно где-то, ну, 4-5 столовых ложек, и 1 чайную ложку корицы. Все это перемешиваете. А ты делаешь все по рецепту или на глаз? Ну, я в основном на глаз всегда. Это мы сейчас тоже на глаз готовим? Темные, на глаз и белые. Можно считать, что да. Так, что следующее? Дальше, если время уже прошло, и там минут 30, по-моему, для теста, то его надо будет вытащить из холодильника, и разделить на 2 части. Одна побольше, часть другая поменьше. Хорошо. И часть, которая поменьше, обратно в холодильник. Часть, которая поменьше в холодильник. Хорошо, сейчас. Так, значит, да. Так, Так, мы взяли большой кусочек теста. У нас, правда, прошло всего минут 15, но я думала... Мы на глаз. Да, мы тоже будем делать на глаз тогда. Я думаю, все равно получится как нынему неплохо. Надеемся, да. Все-таки готовим мы, поэтому должно. Да. Хоть как-то. Так вот, вы раскатываете свой кусочек, ну, не очень тонкий, не очень толстый, и... ну, да, примерно столько. и потом помещаете его в эту форму, и края должны прикасаться к краям его формы. Хорошо, то есть бортики нужны? То есть, должна кучиться полукошка. Ага, сейчас делаем. Сейчас там Кристина, вон, смотри, как вообще, уже просто месяц невероятно. А бортики нужно делать? Да, да, нужно. Да, А мы формочку нужно смазывать маслом, может быть, или еще что-то, чтобы... а форму нужно смазать маслом сливочным, чтобы ваш пирог не прилик. Хорошо, сейчас в процессе будем делать? Ой, скажи... Сейчас. Так, что делать, если у нас появилась дырочка в тесте? Это проблема? Нет, это не проблема. Ну, ладно, Кристина, это не беда. Можешь пока рассказать в целом, какие еще у тебя планы на будущее, может, какое-то развитие твоего инстаграма? Не только рецепты, может быть? Ну, я занимаюсь сейчас... У меня блог в основном не про рецепты. Ну, рецепты там как рубрика, грубо говоря. Мой блог сейчас в основном про моду и стиль, и я в этой стезе развиваюсь. Вот. Ну, и добавляю этот контент рецептами. То есть, у тебя получается такой, как микс из стиля и какой-то кулинарии, правильно понимаю? Да, да, да. Как происходит, в принципе, твой контент, связанный со стилем? То есть, ты выкладываешь какие-то фотографии, или ты сама переодеваешься, или ты сочетаешь какую-то одежду? Я делаю разные образы. Сейчас же в моем тикток, то есть, в стиле тиктока, грубо говоря, переодевашки такие. Они другое? Снимают все в сторис. У нас получилось. Также у меня есть рубрика вопрос-ответ, ответ-хочет. Да. Так. И теперь вьюгой вы должны дно вашего теста сделать, в общем, проколоть. А зачем это нужно? Чтобы что? Ну, чтобы тесто не поднялось, говоря, как пузырь такой не надулся. А, то есть, чтобы проходил воздух. Попыло все ровно и четко. Хорошо, сейчас Кристина там натычит, как надо. Так, хорошо, не думала, например, какие-то образы, условно, да, в клане стиля, например, в этом образе готовить в каком-нибудь, знаешь, там, условно? Нет, это я вообще не думала. Хорошая идея. Так, готова, что дальше? Дальше вы выкладываете яблочную массу. Это уже ко мне. Да, давай сейчас. Давай лучше ты ко мне. Или ты, да, пока вообще все. Слушай, а ты уже придумала рецепт на Новый год вообще? Нет, еще пока об этом не думаю, вот, но думаю, что скоро начну думать, что готовить. Ты будешь сама готовить и рисовать? Что-то в стиле Америки, наверное, там, индейка, тоже, вот тот же самый яблочный пирог. Американский яблочный пирог. Так, смотрите, в общем, я, мы с Кристиной сделали много дырочек, чтобы точно ничего не... У тебя дырки уже появились твои. Ну, слушайте, ну, нормально. Так, вот, собственно, яблочки мы берем и засыпаем вот в тесто. Так, Кристина, можно было без косточек, но... В принципе, да. Так. Так, да не, не теснемся. Что дальше делаем? А дальше мы достаем вторую половину по тесто. Так, Кристина за ней пошла. У нас получилась вот такая вот композиция прекрасная. Между прочим, правда, красиво. Я не ждал, что у нас получится. Хоть что. То есть сегодня... нам уже ставить на разогрев духовку? Вот именно сейчас я хотела сказать, чтобы духовка на 180 градусов. Мы вот из этого кусочка маленького, получается, делаем просто как пластинку. Я правильно понимаю? Нет, мы делаем... Ну, мы раскатываем вот тоже вот тоненькое и пытаемся вырезать из него там несколько полосочек. А, мы делаем полоски. Хорошо. А мы потом сделали такую красивую шапочку для пирога. Сделала шапочку. Он сделает шапочку. Шапочка должна полностью закрывать верх? Или как? Ну, да. Такая решетка должна... Если яблоки будут немного торчать, скажем так, ничего страшного? Ничего страшного, нет, все нормально. Ну, все, отлично. Мы почти закончили. В процессе, да. В принципе, посмотри, пожалуйста, Лиз, мне кажется, получилось неплохо. Да, хорошо. Вот, как бы в целом сейчас мы покажем на все камеры, чтобы это зафиксировали у нас, какие-то молодцы с Кристиной. Да, это... Вот, расскажи, пожалуйста, пироги только яблочные делаешь или еще какие-то умеешь? Нет, разные, я даже только готовлю. Слушай, я знаю, что обычно, если ты делаешь пирог с вишней, он растекается, там какая-то сложность есть своя. Готовила когда-нибудь с вишней? Да, готовила много раз, но у меня он еще ни разу не... Ну, нужно просто тесто хорошо закрепить, чтобы ничего не потекало. Поняла. Скажи, пожалуйста, нужно тесто что-нибудь вообще с ним сделать, например, смазать его с чем-то и так далее, вообще с яйцом? одно яйцо вам нужно будет взбить и решеточку смазать, сверху посыпать сахаром. Хорошо, сахар ванильный или обычный можно? Да, любой. Да, а Кристина уже намазывает на пирог яйца, желательно чуть-чуть поаккуратнее это делать, конечно, но в любом случае главное, чтобы красиво получается. так, а ты там как, Лиз? Я нормально в процессе. В каком процессе? Что делаешь? Так, а скажите, пожалуйста, где нас Стас? Я это буду раскатывать. Стас, у нас пока что временно отключился, но мы пока с Лизой прекрасно так же беседуем. Ты сейчас будешь раскатывать, да? Правда. Так, Лиз, что дальше? Мы намазали. Теперь, ну, вы сахаром сверху посыпали? Сейчас посыпем еще сахаром. Так. Любый сахар, Кристина, я посыплю на камеру, чтобы было красиво. Пока. Фух, так, ну, мы уже почти все, уже даже с сахаром посыпали, чтобы было вкусненько. Можно ставить в духовку, правильно я понимаю? Правда, да. Так, Кристина, да, загружай. Фух, так, на самом деле, я устал. Я, это единственное, что понял сейчас, я устал. Так, макароны были вкусные, объективно, на самом деле. Сейчас будем ждать пирог. Так, ты там как, пока раскатываешь? Да, да. Ну, все, хорошо. Лиз, расскажи, пожалуйста, да, как нам украсить, но я думаю, что лучше мы об этом поговорим как раз-таки чуть позже, если у тебя будет время, через, созвонимся минут через 30, если у тебя будет возможность, да, и мы тогда, когда уже все испечется, мы поговорим тогда с тобой по поводу сервировки и как раз-таки. Да, хорошо. Хорошо, да, спасибо. И будем еще Стаса искать. Да, хорошо. У нас осталось буквально 5 минут в целом, приблизительно, но почти уже все сейчас будет готово, должно быть, по крайней мере. Деска. Стас, куда вы пропали, скажите? у меня все-таки умер телефон, никакая зарядка мне не помогала, и пришлось заряжаться, поэтому я приношу свои деньги. Да, ничего страшного, все в порядке, нам тут Лиза все показала, рассказала. В общем, спасибо вам огромное, что вы были с нами, я надеюсь, вы Лиза перекинет рецепт Стасу, вы там хотели скооперироваться. Да, поэтому спасибо вам огромное за это ток-шоу. Лиза, да, обязательно также скиньте, да, скинь, пожалуйста, фотографии того, что вышло у тебя, к сожалению, немножечко мы не успеваем по времени, обязательно скинь свои результаты нам. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok сразу, да. Знаешь, вкусно? Не, правда, правда, да. Получилось очень неплохо, мне нравится то, как яблоки дают кислинку и при этом все равно сладенько получается. Правда. Ну, все-таки, видимо, еда, как и любое другое искусство, ну и кулинария в целом, как и любое другое искусство, это та вещь, которая может развиваться бесконечно. Ну, самое главное, мы сделали вывод, что неважно, кто ты домохозяйка, футблокер или шеф-повар, ты можешь делиться своими рецептами, а наши гости уже выберут, что им нравится больше и что ему ближе по душе. Ну, и это было ток-шоу Easy Kitchen и с вами были его ведущие Кристина Шуйна и Артем Протасов и приятного аппетита! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...